Сада Абе действительно стала героиней аж шести художественных фильмов. Наиболее известные картины. Империя чувств. Режиссёр Нагиса Асима. Сада. Режиссёр Набухико Абаяси. Йонин. Любовь Сады. Режиссёр Ракура Матидзуки. Представьте, в разные годы несколько японских режиссёров заинтересовались историей Сады Абе. А Нагиса Асима даже лично общался с этой женщиной, когда она уже была сморщенной бабушкой с бритой головой. Сегодня я расскажу вам реальную историю Сады, без художественных придумок. Сада Абе родилась в 1905 году в семье, которая не испытывала нужды. Не сказать, что родители были богачами, скорее это был средний класс. Отец Сады производил татами. Наша героиня была последним ребёнком в семье. Когда она родилась, отцу было уже 52 года. Мать баловала Саду, многое ей разрешала. Девочки даже не запрещали учиться играть на семисене. Хоть родители и понимали, что этот инструмент чётко ассоциируется с гейшами. Когда Саде было 15 лет, с ней случилась очень неприятная история. Её взял силой один из знакомых семьи Абе. Родители девочки вступились за неё, но история по сути закончилась ничем. Кроме того, Сада обозлилась на весь мир, стала неуправляемой, начала пропускать учёбу и воровать. До 17 лет Абе так и не нашла своего места в обществе. Тогда родители всё взвесив, решили отправить дочку в школу гейш. Гейши в Японии всегда были женщинами, которые умеют дать мужчине не только физическую близость. Наоборот, это такие дамы, с которыми очень приятно проводить время, потому что они наполняют минуты и часы вещами более объёмными, чем телесные контакты. Сада Абе мечтала стать гейшей. Ожидание было ярче и проще, чем реальность. Сада поняла, чтобы достичь успеха, стать самой настоящей звездой, нужно много учиться, стараться и трудиться. Саде этого всего не хотелось. Поэтому девушка переквалифицировалась в Матегейсе, в Квазигейшу. Сада доставляла мужчинам исключительно физическое удовольствие. Причём такая работа Абе очень нравилась. Особенно, если мужчина был состоятельным. Сада начала карьеру в Осаке, но потом перебралась в Токио. Там она познакомилась с Киносукой Касахарой, состоятельным, но женатым мужчиной. Киносукой и Сада очень много времени проводили вместе. Мужчина купил дом своей возлюбленной и часто навещал её там. Позже Касахара давал показания о том, что Сада ненасытная женщина, которая постоянно требовала близости от своего мужчины. Поначалу ему это очень нравилось. Потом Киносука устал, ему стало неинтересно общаться с Абе. Сада же требовала от любимого бросить женой детей. Он на это не согласился. В 30-х годах прошлого века Абе решила завязать с постыдной профессией. Получалось у неё с переменным успехом. Как-то Сада устроилась официанткой в ресторан, и там встретила гуру Амия. Банкира, профессора, который ещё и политикой занимался. Амия оплатил девушке лечение от дурных болезней и посоветовал начать с торжёром в ресторанном бизнесе. Сада так и поступила. Она попала в ресторан Китидзе и Сиды. Владелец заведения, несмотря на то, что был женат, интересовался привлекательными девушками. Между Усидой и Садой вспыхнула страсть. Они не выбирались из постели несколько дней. Сада опять влюбилась, но история начала повторяться. Китидзе заявил, что жену не оставит. Во время очередной встречи Абе задушила своего возлюбленного поясом от халата, а половые органы отрезала и, завернув в газету, стала носить с собой. Ещё Сада надела бельё своего любимого и нацарапала своё имя у него на руке. В Саду Абе искали полицейские и обнаружили девушку, когда она планировала спрыгнуть со скалы. Нашу героиню арестовали. Конечно, всем хотелось узнать, зачем Сада так поступила с Китидзе. Абе ответила просто, сказав, что не могла забрать мужчину с собой целиком, поэтому решила взять его частичку. Похоже, Сада любила Исиду, но это, конечно же, была очень странная любовь. В 1936 году Саду Абе осудили, но дали не так много – 6 лет. А в 1941 году и вовсе женщина была амнистирована по случаю торжественной даты – 2600 лет с момента основания императорского дома. Больше всех в этой истории пострадал, пожалуй, Горо Амия. Он остался в живых, его не судили, но о политической карьере мужчине пришлось забыть. Абе же сменила имя, пыталась начать новую жизнь, но у неё ничего не вышло. Скрываться не получалось – Сада стала одним из самых популярных людей в Японии. У неё брали интервью, при неё писали книги, снимали фильмы. Сама Абе выпустила мемуары, в которых сделала акцент на любви к Исиде. После 1970 года Сада исчезла. Режиссёр Нагиса Асима, решив снять фильм про странную историю жизни Абе, долго искал женщину и обнаружил её в буддийском монастыре. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!